Вопрос реформирования Конституции Абхазии поднимался на съезде политических партий и общественных организаций республики не единожды. На очередной встрече о результатах обсуждения данного вопроса рассказал председатель партии Абсна Ахрари Става. Он отметил, что для достижения максимального результата все участники обсуждения должны прийти к единому мнению. Того же мнения придерживается и Гиви Габния. Сегодня присутствуют здесь партия Единая Абхазия, партия Амцахара, партия Форум народного единства, партия Абсны вели консультации по конституционным преобразованиям в стране. Мы считаем, что преобразования в стране должны принять все политические силы вне зависимости от того, кто-то во власти или кто-то в оппозиции. Если все это примут, то правила игры на будущее, на перспективу создадут условия для устойчивого развития государства. Мы поставили и себе задачу и хотим объявить, что сегодня и многие политические силы об этом говорят, говорили раньше, что необходимы изменения, конституционные изменения по реформированию политической системы страны. Многие говорят, говорим, давно говорим об этом. Решили мы предложить другим политическим партиям, чтобы, может быть, к чему-то совместному прийти. Инициаторы идеи консультации между политическими партиями по вопросу конституционной реформы считают необходимым подвергнуть изменениям и закон о парламентских выборах. Было высказано мнение, что количество народных избранников не должно превышать 35 человек. Представители политической партии Абсны также считают, что выборы в народное собрание, парламент Республики Абхазия должны проходить по партийным спискам. Представители партии подготовили идеи, концепции и стратегии конституционных изменений. Среди прочего, обсуждался вопрос о порядке представления кандидатуры на должность премьер-министра. Когда парламент утверждает премьер-министра, классика жанра политического, то он становится главой исполнительной власти. Вы этот момент упускаете почему-то. Дорогие мои, тогда оставьте премьер-министра в покое. Он или становится главой исполнительной власти, а президент остается верховным главнокомандующим, гарантом конституции и многие другие вещи. Но как только премьер-министр лоббируется партией, которая находится вдруг даже и в большинстве в парламенте, то тогда он должен стать главой исполнительной власти. Представители политических партий и общественных организаций республики считают, чтобы осуществить предложенные конституционные реформы, необходимо выработать определенный механизм. Дискуссии по данному вопросу будут продолжены.